Ребят, всем привет! У нас такая тема сегодня, наверное, из названия поняли. Я так понимаю, вообще чехлы, там стекла и тому подобное для телефонов Samsung, Apple, они вообще популярны, такие запросы достаточно в YouTube. Но у нас подписчица попросила именно наше мнение рассказать, какое стекло мы используем на Samsung S8. Ну вот я сказал, что у меня есть Note 8, то есть я взял два этих телефона и специально их протёр просто идеально. И записываю на Маринин фотоаппарат, именно этот, который 4К разрешение, чтобы можно было посмотреть. Там, не знаю, у кого есть такой монитор, прямо в мельчайших деталях, что вот нет царапин, что они идеальные. И вообще, хотел бы, ну такое субъективное своё мнение сказать насчёт стёкол. Я уже очень давно, много-много лет не использую вообще стёкла на телефонах. Вот прям честно скажу. То есть использую максимум это вот чехлы, потому что без чехлов телефоны очень скользкие, они могут упасть и разбиться. Допустим, вот этот телефон, он получается где-то 2-3 месяца, уже получается 3 месяца используется. Мы его пока в стороночку уберём. Этого телефона уже будет скоро год. Он плавал в речках, плавал в бассейнах, то есть он падал там раз уже 10 или 15, я даже уже сбился со счёта об асфальт. То есть и падал он даже не единожды, а было такое, что он прям падал вот так, переворачивался, падал вот так, переворачивался. И вот таким образом он летал. То есть я его пытался поймать, даже ногой подопнул и он прилетел там, грубо говоря, 2 метра и снова упал. Объясню. То есть телефон, вот эти вот все плёночки 3-10, что клеится, я вот когда-то давным-давно попробовал, я практически сразу снял. Это у меня ещё Sony Xperia был. Но это какое-то извращение получается. То есть я не получаю то наслаждение, из-за чего я покупаю телефон. А телефон я покупаю прям, ну, чтобы его ощущать, чувствовать, да, вот как он гладко. Всё, давайте я так, чтобы пока я не замарал его. Олифобка, она всё присутствует. Но вот видите, никаких царапинок, только вот, если вы сможете, вот здесь вот в этом районе маленькая-маленькая прям такая коцика, такая прям маленькая-маленькая. Пытаюсь вот сейчас вот, может быть даже не знаю, получится не получится, не получится, вы видите, но вот в этом месте прям такая маленькая коцика. Она появилась уже после меня, когда телефон отдал Марише. По Марише можно определять, сколько вещей продержится, долго-недолго, то есть хорошее-нехорошее. На айфоне у него было поклеено целиком стекло, она его сломала, второе стекло сломала. Потом я уже психанул, купил специально психо с пластиковыми вставками по бокам, то есть под оригинал, как будто передняя панель такая. И так она год проходила, то есть она уже не смогла сломать. Здесь я испытал Samsung на ней, то есть если она дисплей не расколотила, значит дисплей очень крепкий. Потому что Марише она такого понятия вообще вещь, ей надо пользоваться, то есть она не будет заморачиваться, там ее беречь как-то, то есть она будет ее использовать по полной. И она может ее с ключами кидать, с мелочью кидать, то есть в кармане там без разницы что будет, она его туда укинет как бы, ну надо будет, она там кинет его на гвозди вот так вот положит, она даже не заморочится, то есть это как бы вот, ну просто такая вот субъективная такая вот моя придумка, что на гвозди, то есть понятно, что на гвозди не кинет, но я говорю, что она не будет заморачиваться, ну где он будет валяться. И при этом, то есть, появилась только одна маленькая царапка. Вот у меня телефон падал, я уже объяснил, на, именно так вот, то есть, на лицевую часть. Здесь, видите, в чехле есть такие бортики, вот они бортики. То есть, если вам будет интересно про эти чехлы из алькантара, я расскажу в отдельном видео, то есть, просто напишите в комментариях, интересно, то есть, отдельно такое короткое видео запишу. Значит, вот, получается, наш подписчик Снежана задает вопрос как раз про это стекло. Снежана, я вам могу смело сказать, что стекло можете дополнительно, вот это, которое у вас отклеится, по крайней мере, не использовать. Ну, потому что нафиг не нужно просто. Почему? Объясню. То есть, если вы будете телефон кидать, там, допустим, с ключами, там, прям в сумочку, вот как некоторые девушки бывают, женщины кидают, да, и вообще не заморачиваются, то есть, что там в сумке лежит. Конечно, можно как-то еще подумать, но там не настолько острые вещи, чтобы они царапали поверхность. По алифобке тоже, кстати, проблем никаких нет, с этим телефоном я тоже плавал. Дальше. Если вы боитесь, что телефон упадет, вот на асфальте с ним что-то произойдет, как видите, то есть, даже по звуку можно определить, он падает не на дисплей, он падает именно на эти края. То есть, как и этот телефон, точно так же, то есть, он падает на края, ему ничего не будет. Даже если асфальт немножко ребристый, все равно он отыграет. То есть, мое субъективное такое личное мнение, можете, конечно, прислушаться, не прислушаться, Снежана, но я бы не стал вешать на такую красоту дополнительное какое-то там стекло, которое будет портить вид, отклеяться по краям, под него вечно будет забиваться пыль, потому что у Самсунгов и так проблема, кто пользует Самсунги, то есть, у них вот в вот эти щелки забивается периодически пыль, которая тяжело очень достается. То есть, а тут еще вот это по бокам, такая убогая пленка, которая будет просто, ну, портить вид и вам настроение. Тем более, сейчас уже на сегодняшний день S8, он как телефон, ну, уже прошло два поколения, то есть, вышел S9, а сейчас уже S10, я не знаю, как, правда, он будет называться. То есть, соответственно, этот телефон, он уже удешевлен максимально, да, и на них, там, допустим, какие-то запчасти стоят, в принципе, уже не так дорого. Ну, что сказать? В принципе, вот я постарался так кратко показать, наглядно рассказать, нужен, нужно ли стекло на телефоны, мое личное субъективное мнение, вы уже услышали, нет? То есть, это, ну, как бы, просто лишняя трата денег, тем более, некоторые там, стекла достигают, там, и косаря, ну, тысяча рублей, и за установку, допустим, стекла в некоторых там салонах, вот, смотри, на заходил, то есть, мы просто интересовались 300 рублей, где 600 рублей, просят, типа, гарантию 2 недели дают, ну, это вообще полнейший бред, если честно. А так, в целом, ну, вот как оно есть, то есть, все идеально, действительно, Марина использует просто, ну, вот, жестко телефон, поэтому, если бы нужно было клеить стекла, я бы ей наклеил, поверьте мне. Единственное, да, они, вот видите, ляпаются, но это, в принципе, все, любой телефон возьмите, он будет ляпаться. Поэтому, такое коротенькое видео, всем пока, спасибо за просмотр, мы вас всех любим, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, ну, и пишите хотя бы комментарии, интересно вам такое видео или не интересно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok